Привет! Вы на канале Вадима Карасёва. Если вы ещё не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что смотрите, за то, что присоединяетесь к прямому эфиру. Делайте это уже. Вадим Юрьевич Карасёв на связи прямо сейчас. Вадим Юрьевич, приветствую вас. Да, здравствуйте, Александр. Друзья, пока вы собираетесь, собственно, есть вот как бы, чтобы вот весь и целиком полностью. Наш был Вадим Юрьевич Карасёв. На него нужно подписаться. Сделать это просто. Переходите по ссылке. Говорит, доказывает Карасёв. Следите за его эфирами, за его включениями и за ним, за, как говорится, за мыслью тоже следите. Ну, а мысль, которую мы бросаем вам и очень хотим, чтобы вы тоже, собственно, поучаствовали, это, конечно же, и естественно, это вот сегодняшнее происходящее событие. Вадим Юрьевич, кажется, что все ставки в этом противостоянии, они сделаны. И Зеленский их обозначил. В начале Курское наступление выглядело как, ну, нечто такое, архи, ну, архи какой-то такое на пределе возможностей. И вот смотрите, это какой шок, удар. А сейчас в риторике президента все сводится к тому, что мы пополняем обменный фонд. Как вы оцениваете эту лестницу оценки или как позиционирования? И, собственно, что думаете, что ждет дальше тогда? Вот рулетка еще прокрутится, шарик этот, пару раз? Вполне. Ну, понимаете, мы же не должны на веру принимать риторику политикам. Вообще сегодня информация – это дезинформация. Вот сегодня никто не информирует, а дезинформирует. И тут, конечно, пресловутый туман войны, военная хитрость, то, что называется стратегия. Стратегия – это всегда, если так, по-простому – это хитрость. Потому что вот когда вы, например, делаете марш-бросок по, скажем, хайвэю, хорошей дороге, а вас противник ждет – это не стратегия. Стратегия – это когда вы обойдете какой-то проселочной дорогой и выскочите там, где противник ваш не ожидает. Поэтому на войне, как на войне, никому ничего не верьте. А думайте, анализируйте, что дальше может быть. Поэтому, когда президент говорит, что вот у нас там… Ну, кстати, мне не нравится вот этот обменный фонд, что-то выглядит так. Зашли на территорию, взяли пленных в полон, как раньше брали. Для того, чтобы поменять, ну… Как турки, как казаки… Совершенно верно. Как татары когда-то, набеги на… Как раз эти исторические, скажем так, области, которые были всегда фронтирными. Слобожанщина – это же фронтир. Слобода. Так, это же все историческая слобожанщина. Тарьков, Сумы, часть Курской области, Белгородской области – это все слобожанщина. Так, вот. Поэтому мне это, ну, как-то порежало мне, честно говоря, слух. А что касается верить-не верить риторике. Ну, смотрите, если ставки все сделаны, ну, это, значит, плохо планируем. И так ставки делать нельзя. Значит, мы плохие игроки. Казино не для нас. Тогда не надо ходить нам в это военное или там военно-политическое казино. Игра должна быть расчетлива. Промотать деньги или там ставки все, резервы – ну, это же не дело. Так делают только либо игроманы, но либо люди, которые живут эмоциональными импульсами. Импульсами игрока, игромана. А те, кто получают бабки, они либо владельцы этого казино, либо аффилированные с ними, ну, либо расчетливые. А может быть, повезло. Везунчики. Но я никогда не верю в везунчиках в казино. Все это поддельные, скажем так, постановочные вещи. Поэтому, значит, это плохая сама. Но есть один момент. Но почему-то Сырский упорно и упорно продолжает насыщать этот плацдарм новым оружием и новыми группировками военными. Значит, что-то задумывается. Прорваться на север дальше, на Крым, на Курс, например. Ну, невозможно там, на Курчатове. Там не будет этого. Так. Взять в котел 3000 группировок, количество 3000 человек вооруженных сил Российской Федерации, после того, как там мосты эти были уничтожены, так, через речку Сейм. Тоже название такое интересное. Река Сейм. Ну, тоже вряд ли. Почему? Потому что река-то не глубокая. Это же вам не Днепр. Так. И даже не Днестр, и даже не Десна. Маленькая речушка, понтонные переправы сделать не проблема. И, наверное, так оно и будет. Но почему-то нас встречает. Значит, для чего? Ну, как подсказал один умный стратег. А говорит, посмотри на карту. А как-то вот задал вопрос себе, посмотри на карту. Может, это группировка для того, чтобы затем уйти не на север, а уйти на юго-восток по Харьковской группировке и взять российских войск. Взять в кольцо там, или в блокаду, или в полукольцо, или в полуклещи Харьковскую группировку. Ударить из района Сум Курской области, северо, ну, юго-Курской области, части Белгородской области и их Сум, где тоже накапливаются резервы. Вот ударить и таким образом провести новую Харьковскую операцию. Только она уже будет не, как в сентябре 22-го года, не с юга на север, исключительно на территории Украины. А вот именно Курский плацдарм брали не для того, чтобы там закрепиться, а для того, чтобы ударить назад, или вбок, точнее, по Харьковской группировке. Но я так смотрю, по карте смотрю, думаю, а что, Герасим это, ну, как бы, не видит или как? Или он уже полностью му? Валерий, как его там? Так? Есть еще один важный нюанс, его тоже надо учитывать, называется глубина тыла. И попытки прорваться в Белгородскую область, ну, они не увенчались успехом, потому что там их встретили. Это в Курской не встретили, а там встретили. И успех вот этого наскока, он потому что и был наскоком, что не было сопротивления. Ну, набегом, да. Ну, понятно, да, рейд. Это рейд, Блицкриг. В том-то и дело, что в Блицкриге, ну, две недели это вот так вот. Все. Это же понятно, что дальше это все дело не пойдет. И главная задача, чтобы сейчас нарастить, немножко распилить фланги, потому что очень узкий коридор, это удары по флангам, и вы в котле. Боже мой, как мы уже стали военными этими. Чуть ли не планируем операции. Поэтому я к чему-то говорю, что я вижу в одном только логику вот дальше. Ну, я могу ошибаться. Это чисто военная логика. Хотя все-таки мы войну ведем больше в логике, не военной, а политической логике. Вот противник ведет чисто военной логике, войну. Мы ведем в логике пиарной, политической, имиджевой, репутационной, ну, репрезентативной. Представить всегда лучше, больше, выше, быстрее и тому подобное, для того, чтобы подстегивать, подстегивать болельщиков на трибунах, на Западе, подстегивать их, вот этот победный фан-дух. Фаны должны кричать, вперед, вперед, гол, гол. И, конечно, при этом помогать военным путем вкладываться в победное завершение матча и вкладываться в то, чтобы забили гол. Но, тем не менее, если говорить, понятная логика может быть только в этом. Помощь падает. Это первое. Как вам плацентство, так? Дальше. Но уверенно, возможно все-таки, генштаб российский тоже это видит, поэтому идет игра генштабу. Это два. В-третьих. Ну, а если уйти от этой военной составляющей, перевести все-таки к политико-военному составляющему, вот как начиналась эта курская история, курский рейд, наскок, близкриг и так далее, то понятно, что, или сделаем такой вывод промежуточный, что, ну, это так и заканчивается курским плацдармом. Теперь вопрос так, будет ли Россия спешить, чтобы оттуда любой ценой выбивать нас из этого плацдарма? Может быть, даже удобно, чтобы мы туда насыщали резервы, а эти резервы затем методично уничтожались и таким образом истощались наши боевые возможности и оружейные возможности. Либо тут победит имиджовая составляющая. Почему? Потому что для нас этот плацдарм важно держать до 5 ноября 24-го года, до даты президентских выборов, ну, а затем, возможно, Камала, если будет Камала, так она будет дальше, скажем так, поддерживать или, ну, хотя бы на минималках, в таком вяло текущем режиме, войну Байдена. Надо это россиянам? Не знаю. Ну, как он так, для них это важно, 4 ноября или 5-го. Факел, говорю же, Камала получила от Байда. Чего бы сразу факел? Стофетную палочку. Вам сразу эти, надо пакетное сессии. Ну, у Байдена не палочка, у него факел, ну, так это пресса писала об этом, о том, что вот, Камала, факел. Ну, кстати говоря, это тоже, может быть, и плохо ловушка, потому что не все у Байдена там и хорошо. Абган, 21-й год, инфляция растет, война непонятная, плюс еще, ну, только что я получил сообщение, ну, смотрел сообщение, Хамас отказался от условий Блинкина и Израиля по сделке в Дохе, так, в Катаре. Вот, поэтому тут преемственность можно сыграть как раз и наоборот. Так, в минус сыграть. Почему? Потому что Трамп как бы несет новое. Хотя это новое, хорошо забытое старое, но это как бы новое. Перемены, изменения, так. А Камала продолжает тренд. Поэтому может сыграть, а может не сыграть. Но, обращаю ваше внимание, в 1960 году были выборы. Победил Джон Кеннеди. Как раз земпартия тогда это было уособление, а лицетворение больших перемен. Молодой президент, красавчик, Джон Кеннеди, 43-летний, и унылый, старомодный, неяркий вице-президент президента Эйзенхауэра, который два срока отпахал. Дуайта Эйзенхауэра, Рикард Никтон. Кстати, первые дебаты были в телевизионном эфире. Телевизор это могучая вещь. И, конечно, телевизор во многом подвел Никтона. Никтон, но один из самых крутых, самых глубоких и самых толковых президентов США был. Но он, правда, победил только в 1968 году. А в 60-м он проиграл выборы. Именно потому, что это был преемственность республиканцев, республиканской линии. А все хотели перемен. Пришли демократы, Кеннеди, ну и почался, как говорится, Куба, Карибский кризис, Вьетнамская война и так далее, и так далее. А вот сейчас ситуация тоже может сыграть злую шутку. Потому что, с одной стороны, вроде все победно, хорошо, спонсоры уже там сгрудились вокруг, Камалы хотят свои денежки помочь. Но все-таки Америка нуждается в переменах. Есть ли план у Камалы для перемен? Вот это большая проблема. Большой вопрос. И еще один момент. Было очень успешное президентство Барака Обамы. И Хилари Клинтон в 2016 году шла как приемлемая. Ну, факел тоже взял Обамы на таком подъеме. Потому что Обама действительно при Обаме хорошее президентство было. И тем не менее победил Трамп. Не Хилари. Конечно, есть отличные факторы, есть субъективные моменты. Но объективные тренды или тенденции и факторы и обстоятельства тоже никто не отменял в политике. Вадим Юрьевич, давайте вернемся все-таки на поля брани литературно. Да, в литературном смысле этого слова. Многие сейчас видят, что происходит на Донбассе, связывают это с Курском. Вот вы сами упомянули, это сегодня 93 населенных пункта, это выступал на конференции сырский, да, и говорил, что насыщение идет, там, Курской области. То есть, там идет насыщение, а там идет отступление. И понимаете, то есть, когда вот если так стратегически вы уже предполагаете, что вполне себе это плацдорам для того, чтобы, ну, отрезать, ну, как бы такую касательную сделать до Харькова, вот Харьковскую группировку, наступать, то есть, это действительно мощь, то, простите, так Донбасс получается, ну, сливают? Первое. Сырский выступал, странновато это выглядит, на, что там, конгресс местных и региональных общин, или что такое, местных воссей, да. Ну, то есть, Курск, как бы местная власть Курски, она уже как бы, причем тут Курская операция к местной власти в Украине. То есть, мы продолжаем эту историю, как бы. Курск, вот история победы, что с этой землей делать, там же никого нет. А если там что-то управлять, так это, сколько ресурсов, кстати, чтобы управлять, поставлять электрику, поставлять все услуги, медицинские и так далее, и так далее. Россия, что оттуда все эвакуирует, и не только по военным соображениям, а по соображениям, там так, просто оголить, чтобы некем было управлять, кроме там уже или кто не успел выехать, или кто уже не мочил. И, как говорится, там ни налоги с них не возьмешь, ни рабочую силу, как бы не используешь и так далее. Поэтому продолжается как бы история отвоения территории. У нас что, мало территории в Украине? У нас, кстати, самая большая страна по территории в Европе. Поэтому, как бы, продолжается. Если это в логике вот того, военных комбинатур, местных властей, что это, как бы, земля наша, так, хотя с международным правом, вы видели вчера, рисовали, не знаю, кто там рисовал до конца, или Минкуль, как определять вторжение в Курскую область. Комиссия по журналистской этике дала свои рекомендации. Совершенно верно. А почему они в тупике? То ли это аннексия, то ли оккупация, то ли вторжение, то ли еще что-нибудь. Ну, потому что с целью никто не... Скажите, в чем цель? В чем цель? Я понимаю. Зашли, ударили, нанесли репутационное и огневое поражение, ушли с горда поднятые по голове. Если этого нет, значит, в чем дальше план? Плацдарм держать? Ну, опять-таки, одно дело военный плацдарм, или вам территория нужна, освоенная, управляемая, вы там управляете, или вы просто там как бы держите военный контингент для того, чтобы выполнять какие-то военно-оперативные цели, военно-оперативные военно-тактические функции, а не функции гражданского управления, или управления территорией и управления населением. То я думаю, когда читаю, что в Сырскому нечего делать или как? Не, ну, начинают делать его, втягивать в эту политику. Я понимаю доклад президенту, я понимаю доклад Верховного главного командования. Но вы же все понимаете. Выступление в Верховной Раде, чтобы его могли накопить, или он пришел. Вы же все понимаете, что если... Я понимаю, нет, подождите, я понимаю, Если будет провал, будет виноват Сырский. Смотрите, мы это все понимаем, но для чего мы тогда говорим? Чтобы это артикулировать, чтобы это как бы, ну, было, уже висело, там так, вопрос висел этот, что дальше делать и дальше продолжать как бы коллективный анализ. Не спиритический сеанс, а именно коллективный анализ, потому что понятно много вопросов. Тут не все, что мы понимаем. И гадаем, мы же не тоже не будем гадать на кофейной там или картами Таро. У нас таких много картежников. Как на Таро погадать? Поэтому у меня вот это первое. Теперь по Донбассу. Ну, смотрите, там тоже история какая. Выглядит это так, что успех в курском направлении, а прежде всего успех, ну, я, с моей точки зрения, может, я не прав. Еще раз говорю, я тут не хочу завышать свою аналитическую ставку. Ставки свои, так? Это Крымская АЭС, Курчатов. И, конечно, при самых таких раскладах Курс. Но это же нереалистично. И тогда можно было бы. Так, под влиянием, скажем, каких-то бурных процессов внутри России и так далее. Но я в кавычках это все беру, это как бы я озвучу нарратив. Это не мои слова. Я так примерно, ну, как это могло быть, так сказать, планировано, спланировано. И вот уже вот-вот Донбассный Курс. Вот давайте их, скажем так, будем договариваться, так говорится. Будем договариваться. Потому что понимание того, что там уже выправить ситуацию невозможно. Хотя я бы не увеличивал там ну, скажем, сложных ситуаций, что же там звучат слова, там фронт крошится, Юлиан Рэбке сказал, кто-то скажет катастрофа, пишут тоже. Да, две недели дается на то, чтобы эвакуировать тех из Покровска. Но, а почему эвакуация? Для того, чтобы превратить город в крепость. Чтобы гражданские не мешали воевать. Тем более, что в лучшем случае через месяц только можно будет говорить о том, что есть не для тех лучших случаев, а для русских. В лучшем случае они могут за месяц решить задачу подхода к Покровску и взятие Покровска. Потому что это большая агломерация Торецк, Покровск и так далее. Она там тоже хорошая оборона. И там она примерно такая же, как под Авдеевкой была. И в Авдеевке была примерно такая же. Хотя там я читал только что без угла, что там все вроде бы в чьи сам поле, как говорится, идет война. так вот. Но Покровская агломерация вот эта, она в 5 раз больше, чем Авдеевская. масштаб. Понятно. Каждый дом станет укреп-раем. В каждой квартире будет торчать автоматически. Поэтому я не сказал бы, что сливать. Почему? Потому что, во-первых, это понятно, что клип Донбасса, как бы его ни назвали. Тем более, вот на фоне тех на сегодняшний день достигнутых целей на Курске, это выглядит как военное поражение, которого нельзя допускать. И, во-вторых, конечно, начнется опять на Злападе принуждение к переговорам Украины. Это два. И, 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 конечно же, это полностью поменяет всю оперативную картину на фронте. Почему? Потому что дальше, если, вот мы говорим, сливаем Донбасс. Но дело в том, что если вы сливаете Донбасс, вы сливаете все в Левобережье. Выход на Запорожье, на Днепр, на Павлоград, весь западный Донбасс, а это уже и Днепропетровская область, и часть Запорожской области. Это вверх, если идти, это славяно-краматорская, краматорско-славянская агломерация, а дальше уже на север Харьков идет, а вниз идет левый берег. Поэтому Донбасса как такового нету. Если вы сливаете Донбасс, значит вы сливаете весь почти левобережную промышленную Украину. Потому что дальше пойдет вниз. Еще раз напоминаю, Павлоград, а напоминать стоит, что там и шахты, и химкомбинаты, дальше Днепр, Днепропетровская область, а это и Запорожская область, а это и Кривой Рог, Гоки, Криворожские, Желтые Воды, ну и так далее. Поэтому битва за Донбасс, настоящая, она все впереди. Там, да, там очень тяжелое. Там они сейчас берут в день серьезные километры, но там игра еще не закончена. Там игра еще не закончена. Вот у меня вопрос теперь. Есть ли у нас резервы для того, чтобы дальше сопротивляться? Почему? Если есть резервы, значит мы тянем время для чего-то. Или мы провалим им фронт, или мы тянем время для чего? Для того, чтобы что? Вот теперь мы возвращаемся к началу. Либо для того, чтобы ударить в Курско-Белгородско по харьковской группировке и отпечь ее от Покровка, ну, Торецк, оттуда. Либо вопрос повисает в воздухе. Ну, либо мы ждем чего-то, мы ждем выборов в США, такие варианты гуляют. Мы ждем. Саш, мы выборы тут ничего не решают. Что мы можем ждать? Смотри, если мы ждем каких-то потрясений в России, их не будет даже. Даже тут забудьте про это. Ну, забудьте, ну, глупые мои. Вчера ГКЧП, для них это травма коллективная, распада союза. Как не понимать? Вот эти все центральные имперские элиты, для них это травма. Они это не допустят ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Поэтому они все началось уезжайте. Все, кто может тут бузить, уезжайте. Хотите вернуться, но на наших условиях. Все, кто, скажем, дееспособен с точки зрения оппозиционности, все уехали, все сидят за границей и носут лапу, кусают локти, как там дальше можно говорить. И больше ничего. Так, эти патриоты эти, ну, есть там патриоты, но это только ужасно тенье. Во-вторых, Путин может ими, скажем так, и играть тоже. Но не нравится, а Герасим будет другой, Суровикин придет. Это что-то поменяет по большому счету. Об этом забудьте. Когда я читаю вот эти вещи, насколько можно думать о том, что это вот так вот легко, щелчком, и все. Этнический фактор. Этнический фактор разогреть. Какой этнический фактор? 80% русских. Во-вторых, этнический фактор. Когда Советский Союз был, вот 33 года РФАТа, живой свидетель этого, почему сработал национальный фактор? Ну, во-первых, сам Союз был уже приговорен экономикой и идеологией. Во-вторых, а сейчас идеология, наоборот, и экономика, что нормально. Дальше. Руководство КПСФ либерально, сейчас бы называли их либерастами, наверное, сейчас, но тогда просто либеральные коммунисты или социалисты. Горбачёв и прочее, прочее. Это два. Третье. Все забыли, скажем так, Союз растался, потому что был фактор, национально-республиканский фактор. Первое, что в Конституции СССР было право выхода из Союза. Конституционная норма. Чеми пользовались народные фронты? Нет, национальные фронты, они назывались национальные фронты, а им, скажем так, противовес, народные фронты создавались или интерфронты. Так, национальные фронты Балтии первые использовали эту фишку, как бы легалисты, мы же по конституции. Это все законно, это конституционная норма. А во-вторых, это же были уже все власти государственные образования, административные границы, некоторые признания в ООН. Я помню прекрасно одну вещь. 91-го года, когда только в Украине, ну вот мы будем же 24-го отмечать День независимости, как только прозвучала независимость, стало понятно, что Советскому Союзу в ноль. Почему? Потому что сразу пошло международное признание. Почему? Потому что Украина была членом ООН, международно-правовый субъект. Это то, что не скажет, что наше внутреннее дело. Тем более самая Российская Федерация хотела сама освободиться от союзного центра, как они говорили. И как только было создание или сформированный Верховный Совет РСФСР и Коммунистическая партия Российской Федерации, пристопамятного Полоскова, оттуда начинал Зюганов, стало понятно, что это конец. Вы знаете, как Сталин боролся против идеи создания ЦК и Коммунистической партии Российской Федерации? Потому что он понимал, что тогда всё туда. Если партия власть, то тогда власть где у РСФСР будет? В партии. Поэтому сколько было гонений на Вознесенского, на Кузнецова, на Ленинградскую группу, и они были подрастели, зачищены в конце 40-х годов. Потому что они претендовали на то, что в Ленинграде может быть создана ЦК, отдельная политбюро и ЦК Компартии РСФСР, потому что все 15 сестёр республик, 14 республик сестёр, имели свои ЦК, КПСС, Центральный комитет и Коммунистическую партию. Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Один миллион человек, кстати, был. На 1991 год один миллион украинцев были членами КПСС и, соответственно, Компартии Украины. И только одна республика, РСФСР, не имели, она не имела свою Коммунистическую партию. РСФСР было, да, там, председатель Совета Министров был, Соломинцев, там, Михаил, не помню, как его отчество, был такой, да. Так вот, сейчас этого нет там. Тем более, что важно, эти все республики, это же внешний контур был. Украина, посмотрите, Белоруси, это всё же внешний контур. Попытались в начале 90-х годов сунуться там татары, бальфиры и так далее. Ну, сказал Ельцин, берите суверенитета сколько хотите. Ну, сколько съели, смогли съели. А потом Путин немножко это всё делал, сказать, вернул. Поэтому забудьте, внешний фактор сегодня, он не работает на там какие-то потрясения, которые могут перевернуть доску, поменять ход войны, поменять ход игры, сделать войну другой совершенно верной. И внутренняя ситуация в России тоже такая. Поэтому надо искать другие, я к чему так распространяю, надо другие искать, неложные пути, там, нормализации ситуации, к завершению войны, к переходу к дипломатии или обеспечению условий лучших на поле боя. Для этого нужно оружие и так далее, оружие, бригады и так далее. Вадим Ильич, помощь падает от Запада. Об этом говорит не Шалест, не Карасёв, а замминистра обороны. Говорит, помощь падает. Пан генерал Гаврилюк сказал. Да, да. Снарядный голод, говорят бойцы с фронта, пишет западная пресса. Вот мы не можем отвечать так вот на Донбассе. Вы говорите, запад, внешний фактор, ну подождите, так от внешнего фактора и зависит, будут ли снаряды, будут ли танки, будут ли ракеты. Зеленский же сказал крамольнейшую мысль, крамольнейшую. Я вчера включил телемарафон, грех на душу взял, прям вот и прям залип. Ну вот я прям слушал, освободили еще одно село в Курской области. Вот смотрите, какая, ну тут накачка идет серьезная. Зеленский сказал, что, а если бы дали дальнобольные ракеты, а мы бы не пошли на Курскую область. Я этой фразы, вот этой формулировки и посыла не понял. Мол, смотрите, и русские, и весь мир, это Запад виноват, что мы предприняли этот шаг. То есть, и тут вы говорите, внешний фактор ничего не решает. Решает, конечно. Ну, на меня в виду, понятно, что он решает. Но вот дальше, как он может решать? Ну, вы смотрите, речь же идет сейчас. Почему речь идет о ракетах? Потому что танков нет. Это единственная надежда на ракеты. Азахат медлит с ракетами. Что-то не так складывается. Да, это вчера, как бы, такое интересное. Интересный тест прозвучал у президента. Честно говоря, не могу его расшифровать до конца. Вот. То есть, нам этот плацдар нужен для того, чтобы дальше без ракет стрелять. Или там ракетами в меньшей дальности, ну, хорошо, поменять ли ход войны. А на Донбассе пусть там будет так, как сейчас или как. Так вот, действительно, ну, чем же вы нырите? Мы уже нырились. И не только у вас. Трамп сказал, я войну закончу там. Так или нет? Там мало. И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Но ей эта война тоже не нужна. Зачем ей война Байдену? Вот если так, по большому счету. Тем более, ну, хорошо, в чем дальше будет проявляться эта война? Освобождение Крыма? Нет. Освобождение Ангелского моря? Так уже сами, ну, признаем, и Донбасс. Линия фронта? Значит, нет. Просто бить ракетами по глубине России? Ну, хорошо. А что это в военно-оперативном и военно-стратегическом смысле даст? Это три. Я понимаю, если бы наступление было у нас, или первое для наступления, это бы сыграло свою роль. А если просто ракетами, как у Ситы, там, переначат по Израилю, там, или по этому. Ну, мы что, не Хуситы? Так? Зачем нам такая война? Мы же не собираемся 30 лет в этих, в сандалиях, по горам, бегать и стрелять, или в схронах сидеть. Мы для другого не зависимы вообще-то. Хотели, мечтали, и, ну, как бы, работали над ней. А для того, чтобы потом 30 лет воевать в войне. Ну, ребята, ну, давайте 24 августа, да, к Святой День. Ну, давайте как-то хотя бы 30 лет воевать еще. 30 лет воевали внутри, между собой. А потом еще 30 лет на периметрах внешних воевать. Так вот. Для чего тогда? Во-вторых, эти ракеты надо произвести. Они дорогие. И, товарищи, они дорогие, эти ракеты. Во-вторых, ну, хорошо, Россия с чем-то тоже ответит. У нас тоже ракет много. У нас тоже есть ракеты. Это три. Дальше. Почему все слилось к этим ракетам? И британцы бегают. Ну, что, ну, нету, танков нет. Это, понимаете, чтобы еще один виток войны большой. Может, я ошибусь. Честно, я не претендую этого. Так? Это тем, кто следит за моими мыслями. Ну, просто нету, нету, это же надо собирать опять бригады, танки. Опять эти все, то Канада, там, два танка даст, то еще, Бельгия, то еще. F-16, может, F-16 держат для какого-то прорыва, кстати говоря, я так думаю. Почему пока не слышно о них? Или их берегут, как Абрамсы берегли. Или их берегут для наступления. Так? А не для уничтожения или подбития. Кстати говоря, это да. Так вот, значит, западский... Я еще про Камалу. Дальше, смотрите. Немцы. Меняется тональность у них. Северный поток, это же история, ну, она же показательна. Ну, я бы не сказал, что она, скажем так, уже показательно, демонстрационно показательно. Но это такой, как бы, смена тонна. Это смена тонна. Так? Это, подождите, выписка на арест конкретного гражданина. Правда, неправда, это не важно сейчас. Главное, что вот это действие. Из заявления бывшего генпрокурора, или нет, главы службы разведки БНД, Ханнинга, по-моему, так, о том, кто говорит, это поляки в Украине из Боваре были. Так, и тут тебе Вашингтон-Пост, тут тебе Франк Уртенальгемайны сайт, он тут еще какая-то, там есть сайт, он газета, коллективное расследование, да. Дершпигель, это все, таким кучным залпом, хоп, хоп, кучно, кучно так. Пошли по этому северным потокам. Значит, это меняется дальше. Выборная кампания в Германии, в Месселлентаге, там тоже Сара Абагенхнет набирает, это дискурс. Даже правящие партии, ХДС, например, Крещмер, премьер-министр Саксонии, он тоже говорит, что хватит. Немцы начинают, ну плюс там этот, министр финансов сказал, что надо помощь, не ждите больше помощи. Значит, это первое. Второе, Америку мы взяли, Франция, смотрите, ну провела она эту Олимпиаду уже, так. Но правительства-то нет. Ну это же не правительство временное, оно подвешено сейчас. А там Беланшон говорит, нет, давайте наших людей, мы что победители. А Макрон говорит, нет, я так не могу, давайте я войду в вашу коалицию, тогда мы выдвинем кандидатуру премьера. Значит, одни британцы там, хорохорятся. Требуют, чтобы коллективным решением было, ну коллективное решение союзника, предоставить Украине право бить по глубине российской территории. Но сейчас это может и не проконать, может и не проконать. Дальше, еще такой момент, ну по военным вооружениям, в чем проблема? А на военные рельсы никто не спешит переходить. А знаете почему? Что не могу сказать? Вчера же замминистра сказал, мы что не перешли на военные рельсы? Значит так, Украина не переходит на военные рельсы. Гуляй, деревня это называется. Если посмотреть на Киев, Одессу, там на все. Люди, Харьков даже при фронтовой, люди просто гуляют на все это, забили, как говорится. Война не война. Но вы не переходите на военные рельсы. А мы должны переходить на военные рельсы. А завтра война закончится. Кому нужны будут эти линии по производству снаряда и танка? Это металлолом будет. Поэтому акции, райметаль падают тоже. Я вижу, что не горит. Перейти на военно-промышленные рельсы. А ваша энергетика есть дешевая для того, чтобы промышленность возродить? Поэтому западный контур, он начинает, это уже все. Это сигналы к тому, что, ребята, это последние вздохи. Вот эти все наступления, контрнаступления, удары, это все последние вздохи войны. Тем более, через полтора месяца дожди пойдут, земля размокнет. Так или нет? Ночей больше, дневного времени меньше. И наступать труднее. Я думаю, сейчас буквально месяц, максимум полтора. Все, это будет последние вздохи. Ну, а дальше уже кто будет выкладывать все свои припасенные карты? Кого козырно, а у кого просто. Вадим Юрьевич, давайте... Тут уже другая история. Ну, я не буду говорить там Китай, Индия, Бразилия. И они тоже ждут, что уже как бы... Один теперь Путин. Путин. Давайте теперь, ну, не без Индии. Смотрите, для меня, если честно, был определенный, ну, такой культурный шок. Причины я плюс-минус понимаю, но очень хочу, чтобы вы тоже прокомментировали этот момент. Тут же Моди будет в пятницу в Киеве. Ой, сколько-сколько говорят об этом. Вот Моди приедет, будут окучивать. Ну, он же тоже представляет определенную часть, да? Там БРИКС, Глобальный Юг, будут окучивать, чтобы поддержал Формулу Мира. В нагрузку там будут разные контракты, фармацептика. В общем, много таких моментов. Ну, обо всем узнаем. То есть, визит такой исторический. В Польшу исторический визит, потом в Украину исторический визит. Но я... В чем культурный шок, Вадим Юрьевич? Он как бы может передать что-то от Путина, может не передать. И вообще, Моди не рвется быть посредником. Да елки-палки. У нас то, что мексиканцы, китайцы, турки, швейцарцы, саудиты там, Катар, да? То есть, ну, вот-вот-вот. Все прям в очередь выстроились быть посредниками. А Моди не хочет. Почему? А скажите, Моди перестанет закупать европейскую нефть? Ну, вот приехал в Золотую Орду. Ярлык получить. Моди приедет же в Украину и в Польшу, между прочим. Честно говоря, как бы, ну, визит нужный. Нам надо все-таки не только смотреть на Запад, потому что солнце все-таки на востоке и на юге. Индия, что точно, думаю, что точно речь не будет идти о посреднических каких-то. Никакое письмо на Путина не привезет. Тем более он месяц назад был только там. И Путин написал ему месяц назад письмо. Передай там Владимиру Александровичу от меня большой привет. Почему они и так далее? Конечно, нет. Тема китайская. Индия ждет. Пусть китайцы с бразильцами обломают зубы. Что есть еще Запад. Или Запад пусть обломает зубы. Так, это два. Что интересует моде нас? Индия очень большая страна. С стадиями самых больших средних классов. Но и количество бедных там очень-очень много. Зерно. Зерно. Логистика. Наверное. Не знаю. Не уверен. Но в Индии проблема голода есть. Кстати говоря, когда-то Британская империя там тоже голодомор устроила. Кстати говоря, по-моему, вице-королем был... Могож и биться. Черчих. Это в конце 19-го, начало 20-го. Шесть миллионов было. Умерла от голода. Почему? Потому что вывозили зерно. Особенно во время Первой мировой войны. В саму Британию. Ну ладно, это так к слову. Поэтому визит правильный. Посмотрим. Но каких-то прорывных результатов абсолютно не ждут. Прорывной результат, если бы Младдис стал и сказал. Мы отказываемся. Закупать российскую нефть. Китайцы, кстати, они не хотят закупать российский газ. И тоже начинают сокращать. И там они по платежным системам. Кстати говоря, индийские банки пока нормально. Это визит какой? Потому что для того, чтобы несколько сбалансировать впечатление, что Индия на стороне России. А Индия хочет играть не на стороне, а на своей стороне, на стороне нового лидера глобального юга. Она не хочет играть на Россию или на стороне России. Вот поэтому это сбалансированная вещь. Вадим Юрьевич. Это приближает переговоры. Хотя звучат заявления, что нет. Вот эта история с Катаром, где должны были договориться, чтобы не бить по больному друг друга. То есть они договорились приехать и встретиться. Но Курск, россияне сказали, мы не поедем. Украинцы говорят, да мы поедем. Катар говорит, не-не-не, не надо. Русских не будет. Что нам с вами делать? Всех встречать, кормить. Ну, зачем? Давайте, в следующий раз. Смотрите, ну что значит, никто не хочет бить по больным местам? А как воевать? Дорог, сравните. Ну, хорошо. Мы дронами там их НПЗ пощипали. Пощипали. А газ идет. Чья суша? Да, пощипали. А они взяли энергетику нам. Мы же не знаем еще, как оно к осени. Поэтому это раз. Ну, вот Нью-Йорк Таймс написала, по-моему, пару дней назад. Путин хочет не мира, а мести. Это два. Третье. Мы, наверное, рассчитываем на какую-то новую операцию в стиле сентября 2022 года. Тогда, кстати, самый лучший был момент. Садится за стол в переговорах. Когда вывели из Херстона, вот лучше тогда. Теперь мы ловим этот момент. А его же не поймаешь. Ну, в политике ты не отмотаешь назад. То, что было два года назад. Мы пытаемся это как бы отмотать, создать эти условия. Оно немножко другое. Потому что тогда Россия не была готова. Мобилизации и так далее. То-то просто вот в чём. Смотрите. Конечно, пока они должны эту репутационную паузу выдержать. Что если они сразу скажут, да, мы переговоры, ну как это? Вы что, терпилы? Ну, они же не терпилы. Они же не любят эту культуру терпил. Ну, не случайно. Это ж жаргон. Он же оттуда пришёл. Так? Всех ментовских войн. Которые во многом это как бы и часть внутренней политики русской. Такого рода ментовские войны. Там, кто там, глухарь. Так или нет. Там, карпов. Ну, это НТВ-шные все продукты. Поэтому терпилами не никогда. Для них это очень важно. Это ж пацанская культура. А то будешь чушпаном. Уж пацаны, а не чушпаны. Склова пацана. Кровная спальня. Нет. Поэтому, конечно, они не будут. Но. При определённых условиях могут пойти. Во-первых, как будут ситуации складываться на поле боя, давайте. Это раз. Во-вторых, смотрите, если они слишком будут упорствовать в своём неприятии и будут надеяться, что они каким-то прорывом захватят, Запад может мобилизоваться. Вот из стадии такого разнообилизованности сейчас или такой неопределённости, подвешенности, я бы сказал, подвешенный Запад. Вот сегодня он подвешен. Вот кого куда ни кинь на ключевых направлениях, подвешенные. Вот премьер-министр этот Кисида Японии взял и ушёл. Что это такое? Кинул массу. Так ну, с Зеленским поручкал тебя ушёл. В Бангландирже. Кидала, да. Та же история. Так, вы мне теорию-то не разводите. Вы мне не разводите теорию вот этих теорий. Макрон только дрожит, как сухой лист. И Шольц. А так, как бы, все уже на выход. Шольц они пробиваются. Это хитрый гонзейский немец из Гамбурга. Ты его не принесешь. Так вот. Они, конечно, но при определённых условиях могут пойти. Потому что, ну, Путин, они расчётливы. Вот они точно не в казино. Не в казино. А это покер, не знаю, как назвать. Так и преферанс. Ну, что-то такое, как бы, понимаете. Если играют, то очень расчётливо. Там не будут никто кидать фишку вот так вот и всё закладывать. Идти в Банг. Ну, в Банг. Когда я читаю, Курский в Банг. Ну, казино сыграли. Так? Да. Поэтому там не будут делать. Поэтому тоже ведёт войну. Так, чтобы Запад устал просто от неё. Не наоборот поднялся, а устал. Тем более, ну что, Камала придёт она с этим вальсом. Так? Ну, так себе. А можно вам контраргумент? Вот прям вход. Хорошо, какой. Давай. Слушайте, а сколько денег потратили на Афганистан? Устали? По сравнению с Афганом на Украину. Это сущие копейки. Ну, давайте так. Сейчас там публикуют разные цифры. Сколько там миллиардов. То есть, вы сравниваете Путина с этими, господи, с талибами? Или как? Нет. Я сравниваю объём. Ну, подождите. Объёмы помощи. Ну, объёмы. Деньги. То есть, у нас недавно инфографику хорошую. Мы ещё там продумали. А что последние дни сказал Трамп? Что он должен решить проблему долг? Долг большой. Уже денег печатать так нельзя. Мир другой. Саш, мир другой. Во-вторых, в Афгане, знаете, для них, когда был Афган, у них было две всего горячие точки. Это Ирак и Афган. Их тянули в большую партизанскую такую экспедиционную войну. Ирак непопулярная война. Вэнс, который вице-президент Трампа, он же сказал, что эта война не нужна была Америке. Америка, лимит войн, экспедиционных войн для Америки исчерпан. Вот это слово Вэнса, я так перевожу. Английского, англо-американского на русский. Поэтому, во-вторых, сейчас у них, ну, Обама же хотел, а потом хотели, и потом Трамп хотели уйти из Ближнего Востока. Отставить его к чёртовой матери, пусть там будет замирение всех с Израилем, тех тунистских. Прежде всего монархии и арабских государств, плюс Египет. Прежде всего уйти оттуда. А зачем там американцам? У них нефть своя. Раньше надо было там быть, присутствовать. Более того, вытихнять оттуда англичан в 40-х годах, создавать Саудовскую Аравию, поддерживать Израиль. Надо постоянно там эти войны египетско-сирийские и так далее. Потому что нефть надо оттуда было брать. Сейчас у них своя нефть. А сейчас вообще страшные вещи для Америки происходят. Очень страшные. Азербайджан говорит, в БРИКС пойдём. На следующий день после визита Путина к Алиеву. А Грузия, тут грузинская штаб выдает на гора такую историю. Говорит, смотрите, выберите нас. Ну, условно там дальше. Мы вернём вообще мирным путём откушенной Россией территории. Договоримся. Ну так следите. Так это абсолютно другая парадигма. Вообще другая. Ноланд и Апологеты, они просто где-то в истории уже. Вместе с Киссингером скоро окажутся. Да, но это парадигма нормализации ситуации на бывшем постсоветском пространстве. Оно неизбежно будет. Саш, ну это же... Посмотрите на Грузию. Война была в 2008 году. Вопрос в чём? Призыв несколько трансформировали. Пришла грузинская мечта. И они умно, по-умному, по-умному. А почему? А потому что, во-первых, мы говорили, по-моему, в прошлый раз или поздно. Запрос на коверенность, что всё, вот этого, скажем так, покровительства вам сегодня никто не сможет гарантировать. Раньше можно было, это называлось, это, последний вагон, заскочить государству-покровителю. И вас привезут на какую-то более-менее нормальную станцию. Помогут и так далее. Но даже венгры, словаки, и Болгария пищит, никак не может выйти из этого. Они же тоже поняли. Так там барахтается в Тирбия, хотя она никуда не вошла, но тоже так ищет выходы. Там, ну, посмотрите, более-менее там Северная Европа. Ну, Скандинавы они всегда, скажем так, такие были. Британцы и всё. А была вся сама континентальная Европа. Вот так вот сидят и думают. А что дальше делать? Сидеть под Урсулой Фонделяем или что-то другое. Так, поэтому ждут, чем закончатся выборы в Америке. Так, может, что-то это произойдет. Я к чему говорю? Что, ну, всё надо понимать. Мир другой. Он не европоцентричен. И не евроатлантичен. Это глобальный мир. Про который переживает абсолютно когерентный, то есть соответствующий современному этапу глобализации, период деглобализации. А если период деглобализации, ну, это новая будет глобализация. Значит, вы должны обеспечить хотя бы какой-то минимальный уровень суверенности, суверенных решений, начиная от кадрового суверенитета и заканчивая политическим суверенитетом, экономическим и так далее. Почему делают Баку так? Ну, вверх я понимаю, что это договорено с Эрдоганом. Эрдоган же тоже хочет БРИК, но он член НАПРУ. Хотя и в Евросоюз ему отказали, Турция. Значит, это согласовано попробовать. Что касается Грузии, ну, в 2008 году война. Сегодня 24-й год. Сколько прошло? 16 лет. Ну, посмотрите. Посмотрите, вот, видавшую зеркало сегодня, это Грузия. Вот хотите посмотреть на Украину? Через 20 лет или 16 лет, может, и меньше наш. Вот посмотрите на Грузию. Это потому что мне нравится это, что я этого хочу. Я просто, ну, как, это логика такая. Или тогда надо жертвовать государственностью, извините меня. Часть пусть идет, а часть пусть остается, но как-то так не так. В этом же смысл был. Нейтралитета и суверенитета. Главное дожить. Суверенитет идет в паре с нейтралитетом. А нейтралитет в какой-то степени является гарантией суверенитета. И наоборот, суверенитет в какой-то степени гарантия нейтралитета вне блока в оси и так далее. Иначе разрыв страны, но это мы не можем допустить. Как сказали, когда приехали Евросоюз, и начали этого, подумали молодого Кабахидзе, премьер-министра, что-то там учить, говорят, что вы потеряете статус кандидата, пугать его, статус кандидата в Европейское Союз. Говорят, в какой статус? Вопрос стоит о судьбе государственности. Что важнее, статус или государственный? Что является прилагательным, а что существительным? Существительное государство. Прилагательное евроатлантическое, европейское, евразийское, это прилагательное и все. Нам нужно государство с прилагательными или государство по существу, по сути, по призванию, по функционалу. Я думаю, это актуально напередодне межнезалежности. Очень актуально. Я хотел ремарку ставить. Главное, как это, даже не все до этого момента, когда Украина пройдет какой-то похожий путь Грузии, который мы видим и можем проанализировать. Почему так? Почему я так мрачно? Почему мрачно? Потому что, знаете, а я вот этого вот ждал где-то 3-4 года, и будет очень много такого. Вот, пожалуйста, у нас тут инфографика ангетштаба. С начала войны Россия запустила по украинской территории 9627 ракет, сбили из них 2429. Ну, то есть, простите, вот вам цифры в глобальном пределе. Понятно, что их можно разбирать, эксперты будут комментировать, но это означает, что 60% попали в цель, ну, или куда-то попали, их не сбили. То есть, мы немножко, когда вот мы обернемся назад, почему мы о Грузии поговорили, мы многое узнаем, многое поймем, и многое сможем посчитать. Нам же ж куртские потери не рассказывают. Ну, нет, все хорошо, только вперед. Нам вообще потери не рассказывают и забыли уже об этом. Даже тут была какая-то дискуссия, скажите, сколько мы потеряли с начала войны. Нет, не говорят. Ну, вот ракеты предоставили. Я к тому, что мы... А кто-то требует? Ну, уже нет. А кто-то требует? Вот было требование, была дискуссия в обществе. Сейчас вообще никто не требует. Почему? То есть, нам неинтересно? Нет, наверное, интересно на индивидуальном уровне. Но это же вопрос военно-политический. Я бы даже сказал, исторический. С чем мы выйдем из войны? С кем мы выйдем из войны? С какими... Неважно, какой результат будет. Будем надеяться, что он будет достойным. Я сейчас не говорю, победа, поражение. Это же... Всегда же можно обыграть. Сохраним страну, сохраним государство. Вопрос в чем? Какая цена? И цену надо всегда соизмерять. Это же как раз вопрос о том, мы в казино военном. Война для нас – это казино, где мы не считаемся затратами. Позарки, игры. А кругом восторг. Ну, там фишка, круто, 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 круто. Так? В восторге, в восторге, вот-вот. А потом раз, взрыв, а-а-а. Вау. Зрада. Всё, пошло-поехало. А почему? Потому что политика молчит. А политики не выполняют свою функцию. Они же должны информацию поставлять. Журналюгами понятно, извините, ну, журналистами, там, на марафоне, на прочих этих, скажем так, олигархических ютубах, скажу так, мягко. Так? Олигархические ютубы. А вот. И, ну, понимаете, во-вторых, развелось таких всех, я петло говорю, вот действовал ориентет. Я не против некоторых. Но когда неграждане Украины начинают тут захлёк комментировать и политические события в Украине, и военные, и специальные, и специальные, потому что им пофиг. Сказал, ну, ехал, ну, вы же понимаете, никакой ответственности за слово не несёшь. Он тут не жил, не живёт, он только тут пребывает, так сказать, в гостях. И всё. И не гражданин. Ему на это государство плевает. Он найдёт себе другое государство. Следующий раз. Какой-нибудь другой заварушке. Так вот. А политики Верховной Ради должны этим заниматься. Они должны требовать. Есть комитет, но никто же этого не требует. Кстати говоря, как бы ни относиться, одна только без угла. Вот её там обвиняют в разную, но она пишет какую-то хоть, не знаю, правда это или нет, но какая-то всё-таки информация перпендикулярная. Все делают вид, что ничего не происходит. Это даже легко. Понимаете? Сидеть в ресторане в Киеве, закрыть глаза, думать, ну, война, ладно, похер там, какая разница. Ничего себе, какая разница. Люди, которых набрали на улице, которые там погибают, они же защищают, они же обеспечивают вот эту безбедную, красивую, гламурную жизнь всякого рода дельцам, мошенникам, подонкам. Есть и хорошие люди, пусть отдыхают, пусть и всё. Но у нас в основном все сидит, это же, понимаете, это вся же, это богема. Вся эта мелкая буржуазия сидит. Знаете, типа богемного типа. И всё вот это под патриотичными гаслами вот этими все, особенно шоу-бизнес меня добивает этот провинциальный шоу-бизнес этот, местечковый. Что? Который там наибице, который я смотрю, что вас так раздражает в этом мире? Да ну подождите, ну это же, понимаете, спирюковщина. Ну хорошо, сердечка, она ещё умела это подать хорошо, это стилизовано. Но когда вот это вот какие-то купил пальто, чтобы, ну как там, ни тебя не тронул никто. Знаете эту речёлку, которая везде там по тиктокам растекается? Плащ-пальто, плащ-пальто называют. Это вообще позор. Но правда, это идиотизм, идиот на идиоте. Позорят страну. Честно говоря. Культуру украинскую позорят. Мы что-то сделали за эти годы. Деньги куда-то идут, мы что-то сняли или нет. Но я не понимаю. Поэтому, нет, я сейчас это завершу, уже меня затронули. Поэтому политики не выполняют свою функцию. Они молчат. Они ждут, чем закончится, для того, чтобы потом выскочить. Знаете, на белых лимузлинах, на белых конях, конях, лошадях и начинать уже выборы проводить и тому подобное и так далее. А они должны, потому что, извините меня, это государство, цена большая для государства. В демографическом плане, энергетическом, экономическом, я не говорю про военный план. Мы должны знать планы. Мы тоже не знаем планы. Понимаем, что он должен быть тайным, секретным и так далее. Но и парламент должен вернуть себе функцию цивильного контроля над армией, больше заниматься дипломатией и дипломатическими усилиями. Где эти комитеты по международным делам? Почему они слышат этого МРЭшко, который глава комитета по международным отношениям, этот профессор, иди в университет, продолжай тогда. Что ты там сидишь? Я не буду сегодня в церковную тему входить. Это другая история. Хотя у меня есть. Нет, я хочу, смотрите, давайте так, мы в прямом эфире. Да, нет, ну просто это же одно к одному. Я хочу. Нет, я же к этому собственно вас и пытаюсь. Ну хорошо, давайте. Вас же, понимаете, Вас же тоже тут очень, ну нужно же как-то вот постараться выстроить. Я вот мне вот удалось. И вы сразу раз и чуть-чуть с крючка, так сказать. Нет, давайте, у меня есть еще две темы. Это я говорю, что мы в прямом эфире с Вадимом Юрьевичем. С Вадимом Юрьевичем в прямом эфире 19.58. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на Александра Шелестова, на Вадима Карасева. Вадим Юрьевич, ну смотрите, запрет УПЦ. Выходит, безуглая, вышеупомянутая, Гончаренко. моя карточка не сработала, мы пишем заявление, чтобы добавили мой голос. Все, как бы вот, смотрите как, мы проголосовали, 265, ну и плюс, наверное, два, может там еще кто-то, у кого-то не сработала карточка. И, собственно, все, решили, мы победили Российскую Церковь. Выходит президент, говорит, обращение там где-то с полей, он по стране ездит, говорит, вот мы там духовная независимость, там все, то есть, геть вид Москвы, как Порошенко говорил. И вот тут становится, ну, как-то не по себе, потому что сделали же все как-то же очень хитро, запретили, но так с оттяжечкой на 10 месяцев, ну, 9 месяцев процедура, потом суд, то есть суд будет решать, ну, какой украинский суд, там каждый, кто сталкивался, может прокомментировать сам себе, понять, но как-то вот и начинается вот такой, ну, такое ощущение, что это такой шаг шантажа. Ну, я свое мнение выскажу, я хочу поделиться с вами. Да-да-да-да, не-не-не-не, хорошо, правильно. Это такой шаг шантажа, причем тут на нескольких уровнях. Кто-то говорит, это посмотрят, республиканцы придут или нет в Америке, потом можно отменить, а другие говорят, шантажа, мол, давайте, УПЦ, смотрите, видите закон, мы сейчас запускаем процедуру, присоединяйтесь к ПЦУ, вот у вас будет новый начальник, новый там, Константинопольский патриархат, то есть, и все. А кто же пену снимает со всего этого? Тамбольский, тамбольский патриархат. Ну, Константинопольский называют. Нет, это не политики, политики молчат, только там проголосовало, сколько там человек, 26 бакинских комиссаров, я их назвал. Помните, был такой, Степан Шаумиан, один Сталин выжил, по-моему, из них, 26 бакинских комиссаров, взяли на себя. Как там, Есенин, 26 их было, 26. И 28 панфиловцев, героев тоже было. Но, Сашечка, вот эта версия, она не лишена резонна. Я сегодня израильскому телевидению давал интервью, они спрашивали меня. А я уже, уже видео есть, я выставил его, по-моему, да. А, не завтра выставлю, а там, за словом. Значит, я сказал. Я не исключаю, что это на переговоры готовится. Там же гуманитарные вопросы-то будут обсуждаться. Вот это тоже такие, как бы, как это, залоги на переговоры. Обменный фонд. Религиозный обменный фонд. На переговоры. Всё. Потому что, если рационально, я вообще не вижу в этом смысла никакого. Наоборот, мы говорим, мы победили кого? Мы победили себя этим голосованием. Мы победили своё истинное. Православие. Не сделано на песке из карьеров Петра Алексеевича Порошенко. На песке сделана церковь. ПСУ. Это настоящее было. Нравится, она не нравится. Я же говорю, я не воцерковленный человек, я не прихожанин. Более того, я всегда говорил, я, слава Богу, атеист. Но меня, как неравноношного в стране человека, это просто как бы обескураживает, напрягает и возмущает, потому что так нельзя. Коллективная ответственность. Ну, вы знаете, это разные вещи. Во-вторых, вы хотите с агентурой внешней, иноагентами, так давайте. Если есть какой-то отдельная религиозная организация какая-то, она филированная с русской православной церковью, или там получает деньги, или еще как-нибудь. Уже даже канонистки во многом там другие в украинской православной церкви, там, по-моему, другие уже, многие вещи другие. Смотрите, с этим календарем церковным, уже все запутанно. Когда этот медовый спах, когда яблочный спах, когда там, это вообще как бы дурдом какой-то. Люди не привыкают к тем новому календарю церковным, но никто не привыкает. Почему? Потому что помимо календаря есть еще природа. Почему вот эти все, ну, скажем так, праздники, Спасы, там, Богородица и так далее, оно что же под изменение погоды, под изменение природы создавалось? Вы можете сделать Рождество 25 декабря, но настоящее Рождество с снегом будет там 7 января. Ну, потому что снега не бывает. 25 декабря никогда не снега. Ну, никогда нету крещенских морозов. Их нету. Всегда шлякать, дождь какой-то и так далее. Поэтому вот это все игра, вы хотите, вы хотите что, поменять какие-то силы природы? Ну, есть силы природы, помимо, там, божественных сил, есть еще силы природы. Нет. Но уже большевики там хотели повороты рек делать. Я... Ну, сделали повороты. Я хочу... Нельзя повернуть историю и нельзя повернуть религию. Тем более, что вы променяли. Вы должны создать киевское... Почему Филаретовская церковь не фигурирует? Если уже на то пошло. Зачем вы нам стамбульскую подставываете? Потому что она настоящая, Вадим Ильич, с точки зрения канонов. Потому что нельзя в эти тонкие вещи лезть, не зная броду, не сунься в воду и слушать советников, у которых ангажированы, у которых свои политические резоны. Понимаете? Понимаете? Потому что Киев, Украина, православная христианская держава, за это надо держаться в условиях вот этого либерального интернационализма, который сейчас мы видели на Олимпиаде во Франции, приславлен во всей своей красе. Нам же надо соединять общество. Мы имеем в состоянии, чтобы сейчас им индивидуализировать или атомизировать до полного, скажем так, его социального разрушения. А что такое религия? Вам не кажется, что это? Это религия. Нравится вам это слово? Нравится? Это скрепа. Это то, что скрепляет. Так не должно быть этой скрепы перед важными будущими событиями. И задача вот этого всего поставить людей в тойло. Вот смотрите, защитник церкви, народный депутат Дмитрук. Охрану не дают его и его семье, угрожают радикалы. Радикалы, Вадим Юрьевич. Ну, вот все как бы по лекалам 14-го, плюс еще как бы накладывается война. Ужасающая история. Ну, я думаю, вы видели, или попадалось то, что вам в разных... Да, я у Шевченко фитбал в телеграм-канале. Смотрите, то есть, нет, сегодняшний, сегодня слили видео несколько недель назад, есть так, ганул, да, какой-то, да, вот националист, ну, такой активист одесский, он побил фитнес-тренера. И его отправили в ЦК, потом в бусик, это все красиво показали, смотрите, ну, тренер, как бы, я не знаю, то ли психанул, то ли правда у него там в голове, говорит, хочу, чтобы вы все, собственно, погибли, в общем, плохо он, он говорил плохо, но это не означает, что его можно брать, бить, засовывать бусок и везти. Сейчас выбросили видео, что он там стоит привязанный к дереву, говорит, надо мной надругались два раза, я теперь иду служить вооруженные силы Украины, весь избитый, вот это все, ночная съемка, это вот показали и, собственно, продемонстрировали. Вопрос, нахрена он нужен в ВСУ, а вопрос номер два, это подождите, то есть прошло уже сколько-то времени, а нам вот это слили только для одной цели, чтобы вот этих товарищей в Одессе боялись. То есть мы возвращаемся опять к этим радикалам, потому что это как вот ящик Пандура открыли, а теперь не знаем, что с этим делать, только это будет страшнее, потому что война масштабнее и, ну, таких людей больше. Поэтому, ну, цель понятна, всех поставить в стойло, а когда что-то будет непопулярное, ну, происходить, никто не пикнет, потому что есть. Ну, это называется, чтобы боялись, так, хотя бы сами сказали, что этот же тренер, он что-то там не то говорил, да, вот, ну, давайте так. Смотрите, вот сегодняшний день, так, я видел это видео, уже гуляет, это видео видим, мы принимаем закон о запрете ОПС для духовного оздоровления, да, ну, так же это всё. И кто мы видим? Полную духовную деградацию, чёрносотенство, это вообще чёрносотенство, самых худших его проявлениях. просветлениях. Это просто чернота. Какое тут духовное просветление? Эти люди, их лечить нам, врачевать души. Церковь должна врачевать души, а мы сами церковь, значит, ставим на растяжку, подвешиваем. ещё раз говорю, антигосударственные, антизаконные деяния отдельных лириков, священнослужителей, это одно дело. Это и правоохранительные органы, церковь тоже, пусть с ними разбирается для начала. Это одно дело. А когда мы хотим создать новые духовные основы и получаем вот этот уличный беспредел и черносотинство, запугивание, да, то запугивание тоже может быть. Так? То какое гражданское общество, мне скажите, гражданским самосознанием, да? К этому мы 30 лет. Вот смотрите, теперь вот мы 33 года, да? Государство, возраст Христа. Это возраст Христа. Со всеми, ну, как Христос принял себя. Смерть искупил. И вот это за 30 года мы выросли такое поколение неучей, бездарей, лентяев, сплошных акционистов и грантаедов. Да, есть патриоты, они воюют, кто-то уже и положил в свою жизнь за государство, за Украину, за страну. Одно, паразиты просто паразитируют на этом. А с другой стороны, что вы хотели? Если в стране сплошной пиар, какая-то культурная политика тут есть, вот есть какие-то моральные, духовные авторитеты, которые могли бы вразумить, врачевать. Ну, если общество сейчас находится в таком деградационном, декадентском состоянии, то как раз священнослужители и должны служить вот этим примером единения. Ну, допустим, в Армении католикоз всех армян, в Грузии тоже. Так вот, есть такие. Почему у нас? Куда они пропали эти все? Авторитеты моральные. Кто-то, ну, понятно, возраст, ну, были, то есть, Светлан Хмара, Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновилл, Попович, философ, так, глыба. Оказывается, на замену и некому. Нету. А, знаете, тут такая деградировавшая политическая система, она всегда работала на отбор худших, а не лучших. Но это тогда, извините меня, не государственная онтология, не общественная онтология, а общественная онкология. Не онкос бытие, а онкос, разложение. Да, эти люди, которые держат телефон напротив вот этого фитнес-тренера, они будут депутатами райсовета совсем скоро, они будут какими-то... Да, потому что землю будут делить, агентскую, да, жирную. Порядка нету. Все начинается, государство начинается с порядка, с правил. И из того, чтобы всю черепь, извините, черноту, черносотинство, загнать в катакомбы, чтобы они даже не смели вякать, потому что они не доросли еще, как говорится, до серьезных государствообразующих вещей, а им наоборот дают площадки. Им же дают площадки. Да. Друзья, говори, говори, всякую муть, чернь, грязь, дремучить, так? Потому что такими легче управлять, наверное. Видимо, да. Все есть, все есть, фрики, идиоты, всякие клаберы, всякие панки, грязь, это есть во всем мире, в любой стране. Но им не дают, им дают только ниши. Хочешь панк что-то сказать? Иди в панк, рок, лобай. Там, извини, что-то, как был панк, секс пистол, да, он был такой, да, до сих пор его эти, бегают друзья. Но, но это не значит, что должен получать трибуну, и более того, претендовать на роль морального авторитета. Они же еще претендуют на роль морального авторитета. Они же еще получают, кто, кто что должен. Судьи кто? Вообще, все поменялось, понимаете, люди не дороже еще, да ни до чего. Они же претендуют на то, чтобы тут всех призвать в порядку, призвать в армию и так далее. Вот это, конечно, двоемыслие, вот это ложь, вот это весь патриотизм под ложным флагом. Вот эти все, ура, патриотические, вот эти все заявления, вот этот пафор, просто, просто от этого, уже просто нельзя это терпеть. От него вонь такая идет. Покажи, иди на фронт, если ты такой патриот, давай, вали на фронт. Покажи пример. И еще один момент. Вот тех избрали в Верховную Раду, которая приняла этот закон. Кого вы избрали туда? Эти люди что, понимают что-то в религиозных вещах? Я тут не о теории говорю, о жизни. Религию надо понимать и принимать сердцем. церковь надо принимать сердцем. Каноны православия надо принимать сердцем. Эти люди что, готовы к такому? Вызову. Не готовы. Вот почему вы же эти весноются только молодые депутаты, которым 30 плюс и так далее. Что с них возьмешь? А у них, кстати, в залоге целая страна и поколение людей, которым там за 60 и так далее, которые хотят нормально жить, которые привыкли нормально жить и хотят жить в этом бедламе. вопрос же еще один, что война, вот порождая такую внутреннюю ситуацию, это еще тоже. И когда люди спрашивают, ну когда же война закончится, я понимаю, они говорят не о том, что на фронте происходит, они хотят, чтобы тут был какой-то порядок, восстановить порядок здесь. Потому что до тех пор, пока будет война, всегда тебе будут говорить, заткнись, потому что у нас война. Да. Так и будет. И это касается ровно вышесказанной и ситуации с Димитруком, и с этим тренером, и со всем на свете. Да. Друзья, всем большое спасибо. Пожалуйста, поднажмите на лайки. В режиме Блиц несколько вопросов. Так получилось. У нас с Вадимом Юрьевичем что, как бы мы собирали? Долго вопросы в сообществе YouTube, но вот давайте на некоторые ответим, потому что люди к вам обращаются и хотят услышать ваше мнение, но в режиме Блиц, Вадим Юрьевич. Договорились? Давайте. Поехали, собственно. Вопросы вот такие оставили пользователи. Почему все аналитики упоминают, что планировались переговоры в Дохе, но никто не вспоминает, что в этом году заканчивается договор о транзите через Украину российского газа. Переговоры о продлении между Газпромом и Натогазом идут с января 24-го. Все будто ничего, все как бы будто ничего не слышали. Напомню, что в ходе боевых действий отключены ГРС Валойки, наступление ВСУ в Харьковской области 22-го, ГРС Сохрановка, Пискаревка, остальные в ходе форс-мажор. А теперь вот вдруг нападение на последнюю действующую суджа. И типа никакой связи. За какой стол переговоров подоляк хочет усадить Путина? По газовой проблеме? По газовой нет. Да газа пока. Ну, может, Путин у Алиева был как раз по газу, азербайджанским газом. Ну, как-то, как всегда, перелив. Есть же товарный газ, а есть природный газ. То есть, как он будет товарно сопровождаться? Кто платит, где и как? Вы помните, при Есенюке якобы Украина получала словацкий газ. Но он же был российский газ, заходил в Словакию, там переоформлялся. И уже мы как бы не получали у России этот газ. Мы получали у Словакии. Говорили, Россия агрессор, мы с ней не дружим. Говорили, или мы воюем. Говорили, да вы же получаете газ. Нет, мы же получаем газ словацкий, а не российский. Вот это такую схему сейчас, наверное, Европа обдумывает. Как сделать так, чтобы не было прямой связи нафтогаза и Газпрома, а через разного рода прокладки, ну и называем так, прокладки и прокладки страны, ну, извините так, скажу, и прокладки фирмы. Так, Одесса. Вадим Юрьевич, как вы думаете, будет ли правительство заниматься ментальным здоровьем народа после всего пережитого? У людей едут крыши во всех смыслах этого слова. В этом в обществе нам жить. Спасибо за ваш трезвый взгляд. Ну, само правительство и элиты надо их ментально оздоровить. С ними очень трудно будет оздоравливать общество. Пока это держится на инициативах, ну, скажем так, отдельных людей, подвижников. Я знаю таких людей, там и центр Капралова, Сергея, вот про реабилитацию. Вообще, эта проблема очень сложная, жуткая. Надо будет, если после войны правительство новое, так, Минздрав, Минветеранов, они должны как раз вот этими заниматься. Реабилитация. Пока это всё частное. Знаете, но правительство для того и есть, и налоги для того и платятся, чтобы это всё было в централизованном и справедливом порядке. Для всех. Знаете, потому что есть те, кто, ну, извините, что можно так сказать, кому повезло, ну, например, попасть на хорошую реабилитационную программу. Ну, что тут хорошего? Ну, извините, что я так сказал, повезло. Так вот, куда тут повезло? А другим не везёт-то. Это, я имею в виду и протезирование, и травматология, потому что много очень травм. Ну, и, конечно, запрос на психоаналитику и психиатров. Знаете, это большая проблема. Добрый вечер. Долго ли с жителей Донбасса будут соки тянуть? Запрет на продажу алкоголя только в Донецкой области, хотя прилетает по всем нам, так что без алкоголя никак. Плюс цены на продукты в полтора раза дороже, чем в соседних областях. Приходится садиться в электричку и ехать за продуктами в Харьковскую область, благо в силу возраста проезд бесплатный. Так вопрос. До коли? Ну, да, надо до конца войны подождать. Во-вторых, смотрите, почему там дороже? Риски больше. Логистика дальше, риски, прифронтовая зона. Знаете, вы сегодня затоварили магазин, а завтра туда бомба упадёт. Поэтому, конечно же, вкладываются риски. А третий момент, значит, алкоголь, не знаю. Потому что для того, чтобы военные всё-таки не зло употребляли. Ну, военные, если надо, найдут самого. Но надо не забывать и мудрые слова Бернарда Шоу. Алкоголь – это природный анестезиолог души, душевного, так здоровья. Часто это выручает, особенно в стрессовых ситуациях. В меру, конечно. Нет. Вопрос. Уважаемый Вадим Юрьевич, как вы думаете, Зеленский сожалеет о том, что прервал переговоры в 22-м году? Вопрос второй. Зеленский в интервью как-то заявил, что никому ничего не должен, кроме родителей. А почему он считает, что другие кому-то что-то должны? Спасибо. Ну, я думаю, что есть, конечно, такое понимание, что тогда был упущен. Не знаю. Видите, я скажу такую вещь. Если политик будет часто сожалеть о сделанном, он просто унес с катушек. Сидит. Потому что часто политики допускают вот такие промахи. Если они будут думать о них, и рефлексировать тем более, они будут бездеятельны. Поэтому политик часто действует для того, чтобы действовать решительно, должен забыть. Это, знаете, для того, чтобы что-то помнить, надо забыть. Это такая диалектика бытия и сознания. Знаете, бытия и забвения. Поэтому политику часто надо забывать какие-то вещи. Но это выборочно забывать то, что не нужно дальше помнить. Важно всегда помнить то, что действительно нужно твоей стране, твоим избирателям, твоему народу, твоему государству. Да, Лина Востроилова, вопрос из чата трансляции, в прямом эфире мы работаем. После чего мир начнет успокаиваться? Вот такой вопрос. После чего? После чего? О, он не успокоится. А мир сейчас с катушек не съехал. Лихие 20-е, 100 лет назад. Раз в 100 лет надо побудить народу. Плюс технологические инновации. Смотрите, 100 лет назад, не, ну это такие столетние циклы праздников непослушания. Смотрите, 100 лет назад, почему были созданы массовые общества, которые создали в ту очередь массовые национализмы, которые в ту очередь привели к мировым войнам и войнам многим. Посмотрите, сколько войн было 100 лет назад. Почему? Телеграф, телефон, пресса, а это же общественная эмоция. А что сейчас, 100-летний цикл? Я это говорил неоднократно. Это айфон, смартфон, ютуб и так далее. Это новые технологические возможности, с которыми старые структуры, общества и политики и государства справиться не могут. Как вы справитесь с каким-нибудь блогером? Только налоги ему надо выписать и привлечь его. Есть еще службы, да. Смотрите, тут вопрос даже не в том, что этот блогер вам не заплатил. Что какой-нибудь молодой парень у него 2 миллиона подписчиков на ровном месте. За что? Он уже бог. Ему лезут с рекламой на всякие казино и так далее. Он получает бабки. Он еще в жизни своей ничего не сделал, но он уже я понимаю этих гениев компьютерных и так далее. Я понимаю это все. Это действительно мозги. И вы хотите и сейчас как управлять морем, вот этим информационным морем. Вы море можете управлять? Никогда. Да. А это море сейчас. Вот отсюда общество лезет, вылазит, агрессия вылазит наружу. Отсюда и продолжаем войну до конца. Отсюда и внутренний распри, если у вас нет авторитетов, скреп, если вы слабое общество. Так? Алло, пропали. Да-да, нет, все на месте. Не слышу, не вижу вас. Не видите меня? Ну, Нет, пропали. Очень интересно. Ну. А вот уже есть. А вот, какая-то, ну, это магия. Что 20-е годы, смотрите, 20-е, 30-е годы, а наступит где-то более-менее, ну, как и было когда-то, в начале 40-х, в начале 40-х годов. Да, в начало века, понятно. А потом будет новая ООН в 45-м году, и все пойдет сначала. Да. Вопрос от Ильи Косинкова. Украина до сих пор официально не предоставила публично материалы по Буче и Ирпеню. Вопрос. Не ждете аналогичных историй по Курску? А по Курску? А где в Курске? А что в Курске? Курск оккупирован или как? Нет, смотрите, есть, ну, такая теория, ее периодически пишут в комментариях, да, ну, я говорю так, что, в общем, то есть, то ли когда ВСУ будут там оттесняться, или как раз, или когда сами уйдут, они организуют какую-то Бучу. Ну, вот. Смотрите, не Бучу. Почему? Потому что копирайт, копипарс хуже. А во-вторых, вы знаете, что один раз история выступает как трагедия, а во-вторых, как фарс. Поэтому никто не будет заниматься, и давайте дальше. Ну, давайте финальный вопрос от Александра Ручина. Вадим Юрьевич, есть ли в вашем плейлисте группы Линкен Парк или Металлика? Металлика есть, конечно, да. Линкен Парк, ну, я уже говорил, Металлика, конечно, Металлика, вот, Мекадет, Дэйв Мастейн, ну, понятно, так, ну, Ганс из Роуз, там, как бы все эти 70-х, ну, из новых таких может быть Линкен Парк, в большей степени Линк Пискет. Ну, такие я люблю, такой прикол, и хороший, я люблю хороший ритм, тяжелый музык, но чтобы ритм был, хороший бас, барабан обязательно должен быть. Вот, Металлику больше люблю 90-х годов, сейчас они немножко так потяжелели, ну, но тем не менее молодцы держатся, скажем так, держатся. Пока будет Ларс Ульрих и Хетворд, значит, так, Металлика будет жить, они вдвоем же там, как бы. Да, ну, и мы будем жить тоже, конечно. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир, за то, что вышли в прямом эфире, и, конечно, за то, что ответили на мои вопросы и вопросы аудитории. Да, вам спасибо, Александр. Друзья, спасибо большое вам за лайки, за то, что подписываетесь, и за то, что участвуете, да, комментариями, обсуждениями, тоже в этих разговорах, в этих дискуссиях. Очень надеемся, что они влияют на что-то. Мы прям верим в это. Все благодаря вам.